Луна Катенька, это самый излюбленный вопрос всех слушателей. Луна — это очень важная планета, планета женского счастья, планета любви, красоты, удовлетворения всей жизни. И также это планета, которая ещё несёт и богатство. Поэтому это очень важная планета, и если она у вас в досаду, значит она у вас в досаду на всю жизнь, и это тот аспект, которым вы должны заниматься. То есть обязательно вы должны носить жемчуг, либо лунный камень, вот у меня сочетание жемчуга и лунного камня на своей руке, дабы умилостивить эту планету. Я ношу кольцо на четвёртом-пятом пальце для Луны и проследок. Вы знаете, в этом году Луна в досаду ушла у всех людей. То есть Луна — повреждённая планета на целый год, и поэтому данные рекомендации на 2015 год подходят всем людям. И если человек знает, куда попадает его Луна, то ли в богатство, то ли в бизнес, закрываются бизнесы, сокращают людей с работы, то Луна попадает в карьеру. Если человек даже не знает, куда попадает Луна, поверьте, что если вы будете делать эти рекомендации, то ваша жизнь намного улучшится. И все ваши проблемы, которые есть на сегодняшний день, они изменятся в лучшую сторону. Потому что в этом году это самая слабая планета. И поверьте, что в этом году каждый человек должен носить жемчуг и как можно больше. Для мужчин подходит янтра Луны. Есть специальные янтры с покрытием золотым, которые мужчина может носить всегда с собой. И тогда его Луна тоже будет подниматься. Также есть очень прям целый список действий и способов, которые вы должны делать, чтобы умилостивить свою Луну, чтобы она вам приносила счастье. Я знаю, что люди, которые имеют Луну в досаду в карте, они обычно более апатильные, более депрессивные, они обычно не удовлетворены своей жизнью. Либо у них проблемы с деньгами, либо проблемы с браком. Поэтому этой планетой, если вы будете заниматься, у вас сразу наладятся очень многие аспекты в жизни. День Луны – это понедельник. В понедельник вам обязательно нужно принимать ванны с молоком. То есть молоко очень хорошо Луну поднимает. В новолуние вы обязательно должны собираться с девочками пить чай, какой-нибудь зеленый чай с молоком, и обливаться молоком. То есть начиная с пальчиков ног, все выше, 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 и прямо вот даже на волосы. Таким образом ваша Луна будет подниматься. Конечно, очень хорошо читать мантру Луны. Луна – это самый действенный способ поднятия Луны. И очень хорошо для Луны дарить подарки взрослым женщинам приблизительно возраста своей мамы. То есть просто безвозмездно дарить подарки от души, чтобы женщина пожелала вам счастья и радости. Луна – это очень серьезная планета. Легче она, конечно, проходит, когда она в досаду у мужчин. Когда она в досаду у женщин. Поверьте, это работа продолжительностью всей жизни. То есть это работа на всю жизнь. Но это очень эффективная работа, очень приятная. Поэтому если вы будете делать рекомендации, которые у нас есть, семинар Луна, вы можете посмотреть это подробно, то, поверьте, в вашей жизни все очень изменится. Ну, ничего страшного, конечно. Спасибо. Дорогая Юлия, вода – это элемент, который течет, который постоянно двигается. Вода – это энергия, которая свободно падает. Поэтому к воде относятся такие деятельности, как общение, как переговоры, как консалтинг, как торговля. Потому что есть все время движения, транспортные перевозки, путешествия, либо журналистика. Если вы будете вести чат, это, конечно же, будет вода. То есть введение чата на сайте, вы общаетесь, да, с людьми, отвечаете на их вопросы, это будет вода. Просто создание сайта, если вы сами создаете этот сайт, то это металл, это четкая структура, это программирование, это четкая схема, что куда должно становиться. Интернет-магазин подразумевает продажи. Здесь, конечно, тоже есть вода. Поэтому вы просто сделаете чат, отвечаете на вопросы и занимаетесь интернет-магазином. Если металл вам не полезен, то попросите сделать сайт просто профессионалов. Желаю вам удачи! Дорогая Алена, конечно, январь относится к месяцу зимы, поэтому здесь будет, конечно, сильная вода. Но есть мастера, которые считают, что в месяц быка, уже последние дни быка, очень силу набирает земля. Ну, сами подумайте, как может земля, замерзшая подо льдом, быть сильной? Она не может дать ростки, она не может вам что-то произвести. Она совершенно закрыта ледяным толстым слоем. Поэтому я считаю, что все-таки в январе будет сильная вода. Но, конечно, лучше посмотреть всю карту целиком и посмотреть все нюансы, потому что есть еще скрытые элементы, и нужно посмотреть, сколько там у вас элементов, и сделать уже полную диагностику на основе всей карты. Это у вас. Лисан, есть абсолютно четкие знания о фэн-шоу. Если у вас гараж находится под общей крышей с домом, и у вас есть между гаражом и домом дверь, соединяющая эти два пространства, то летящие звезды накладываются на все это пространство. И вы не можете исключить гараж из своего дома. Он работает вместе со всем остальным пространством. Точно так же работают лоджии. Если лоджии находятся под общей крышей с домом, они тоже включаются в расчет. Есть балконы, которые выступают, и если они маленькие, то они, конечно, не учитываются в общем расчете. Но лоджии обычно всегда берутся во внимание. Благодарю вас. По символическому фэн-шой паук считается очень хорошим знаком. Мы даже, когда хотим очень много получить денег в нашем сейфе, мы кладем паучка и говорим, плите для меня денежную паутину. То есть такой символизм, но очень действенный. Есть очень много ритуалов с использованием именно живых пауков. Даже есть ритуал, как выиграть большие деньги в казино с помощью паука. Но на самом деле, раз у вас живут живые пауки, просто разговаривайте с ними и просите действительно у них что-то хорошее. Это очень хороший знак. И убивать, конечно же, пауков не стоит. Потому что вы действительно свою удачу просто изгоните из дома. Благодарю вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова